Здесь понимаем, что стоимость присмотра... Вот вначале хочу пояснить. По закону об образовании, пребывание ребенка в детском саду, мы можем условно, так скажем, фактически разделить на две услуги, которые этот ребенок получает. Во-первых, это образовательная программа, во-вторых, это присмотр ухода. Все, что касается образовательной программы, это бесплатно. Мы рассчитываем стоимость вот этой услуги по присмотру ухода. Фактически у нас в районе, ну я в среднем скажу, да, потому что в каждом саду своя сумма получается, стоимость вот этой услуги по присмотру ухода составляет порядка 3200 рублей. Вот в общем, пребывание вашего ребенка в среднем детском саду стоит столько. Сюда входит вот все, питание, услуги, которые предоставляются в виде того, что присматривают за ним воспитатель, помощник воспитатель, стирается белье, готовится, ну то есть те функции, которые вы дома, да, выполняете, только там посторонние люди. И вот дальше раскладывается на что эта сумма. Часть платите вы, естественно, да, часть платит муниципалитет, вот считайте тогда, да, сколько получается. И у вас вопрос конкретный, что вам еще и выплачивается компенсация части вот вашей платы, которую вы вносите ежемесячно, под 1520 рублей, 26 или 500 рублей. В правительственной Минградской области утверждена специальная методика, рассчитывается средняя стоимость по Минградской области с учетом всевозможных, так скажем, показателей. И вот со средневластной показателем стоимости продуктов и так далее, и так далее, заработная плата, она во всех районах разная. И был выведен вот такой вот показатель. Сначала было там, по-моему, 1200, вот не так давно. Сейчас эта сумма увеличилась, вот она стала такой. Нет, понятно, мы просто сама, да, бы, я бы не интензия, да, по-моему, информации, потому что информация-то будет полезна не только нам, вот, да, я почему-то подробно рассказала. И получается, часть стоимости за присмотр уход у вас где-то порядка 40-45% выплачивает муниципалитет, часть вам компенсирует 20, 50, 70% областное правительство, вот, и получается где-то в третью часть платите вы. Спасибо большое за разъяснение. Вот вопрос теперь, знаете, следующего характера. Конечно, время уже прошло, и страсти поутихли у нас по этому вопросу, когда наши детки были третьим, четвертым, пятым ребенком, у некоторых шестой ребенок появился в 2012 году. У нас, ну, как, ну, страна, наверное, у нас такая, у нас, наверное, только местью сразу принимают. А вот что касаемо законов, у нас все время все с 1 января. Все с 1 января. Получается, что мамочки нас разделили каким-то образом. Вот, кто-то 1 января 2013 года родился, те вроде как, вроде как, ну, непонятно. Вот, а посмотрите, родился 29 декабря. У меня срок был на 13 год, родила я в 12. Ну, нет, не в плане претензий, хотелось бы, как, ну, что-ли, пожелание такое, можно сказать, больше, да, не к вам претензия, а в плане пожеланий, чтобы как-то наше руководство все-таки думало не только о том, что будет наперед, а еще вот, ну, вот здесь есть люди, да, допустим, мамочки, я думаю, любой имеющий какого-то третьего, четвертого ребенка, было хотя бы в один раз приятно получить эти 6 тысяч, потому что с полутора до трех лет, ну, 50 рублей, то есть, то есть, работаешь, это совершенно смешно, но нет, не деньги, мы будем прямо говорить, да, то есть, о чем мы в месяц, то есть, это ни о чем, можно, в принципе, это не пробовать, что многие делают, и порой забывают, вот, хотелось бы, конечно, что после меры каких-то с поддержкой принимались, они вот приняли закон этот под 6000, 4 октября 2012 года, почему он сразу, допустим, вступить в силу, вот, ну, понимаю, я-то бюджет, может быть, там не заложен, конец года, но все равно какие-то планирования бюджета было, ну, то есть, понимаете мою мысль, да? Нет, нет, вопрос, на самом деле, совершенно понятный, не затравнивается, понятный, все, в принципе, понятно, но тут я могу, наверное, только не действительно, именно, ну, как пожелать, да, 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 ваша точка зрения, ваше предложение. Я просто думаю, что многие ее поддержат, согласитесь, потому что это мера присутствует, по-нему, начинали действовать. Вы знаете, что, ну, любой закон имеет какую-то дату вступления в силу. Иногда это бывает выгодно населению, иногда, вот, как в вашем случае, так сказать, ну, вот так случилось, неудачно, что вы не попали под действие этого закона. Вы знаете, вот подобные законы, подобные вопросы задают мне практически по каждой встрече, причем это касается не только вот конкретно этой даты, это касается, например, размер величной прожиточного мизма, почему, если у меня на 5 рублей больше, я не имею права, да, но потому что закон вот так действует, он по-другому действовать не может. С другой стороны, согласитесь, тот, кто родил, вот, действительно, 29-го или 30-го, хорошо, мы включили 29-е, 30-е, 28-е и так далее. Поэтому нет, без дела, поэтому... Я понимаю, нет. Закон действует именно так, а в ум он не сможет делать. Хорошо, теперь, наверное, очень... Следующий вопрос, Мария, я готовилась, честно скажу, хоть в свете моих личностей. Я села, собралась и решила, что все-таки надо вот как-то уж, если мы, слава богу, так быстро реагировали, за что, конечно, спасибо, за этот, в круглый стол будем так говорить, лекарства, лекарства до 6-ти лет. Это наше вот просто восхищение. Кто, вот, нет, я вот один раз, я помогла, получила, я точно скажу, витамины мне вы один раз дали. И витамин D маленький, вот очень. А, ну тогда дали. Вот что, и какие-то вот... Жаро понижает. Мне один раз жаро понижает. Все. Понимаете, я понимаю, у нас регион северный, у нас детки в основном простуды, астмы, насморки, гриппы. На юге это может быть другая контрактация. Мы не будем брать регион. Но в зависимости от региона, есть у нас педиатры, они лечат, они смотрят, что берется. Знаете, порой стоит дилемма. А дилемма всегда в сторону ребенка. В аптеку пойти, и эти деньги не тысячу, а порой и не две отнести, но ты знаешь, что ты можешь помочь, потому что это твой ребенок. И ты, конечно, там себе ущемишь, ущемишь, но тем не менее, ну в чем там, я не говорю о какой-то роскоши, но тем не менее, мы идем и берем, и знаете, в аптеках уже иногда, знаете, нас уже знают. У меня ребенок маленький, я знаю. Да, тем более вы в курсе. Вот объясните, откуда этот список берется, что в него входит, вообще как, почему, вообще, когда мы, в принципе, приходим на прием, первое, что не делают врачи, они не спрашивают, может быть, на карточке написать, многодетная семья, еще как-то, понимаете, чтобы они сами говорили. У нас есть вот такие препараты, мы можем вам предоставить. Не все такие, как я, не все скажут. Кто-то промолчит, кто-то, знаете, не сможет спросить, стыдно, потому что у нас, ну вот, не знаю, как-то многодетный, вроде как стыдно. Мы не просим того, что лично. Ну вот иногда такое ощущение сказано, поверьте. Мы вами гордимся. Да, я очень рада. Спасибо, Маруна Светлана Ивановна, дайте, чтобы и дальше продолжалось. Просто, ну, у нас много в России народу, ну, помогать надо, куда деваться. Мы стараемся, растим деток достойно. Вот, поэтому, вот хотелось бы вот такое тоже, и пожелание, но, естественно, вопрос. Вы мне очень нравитесь. Вопрос ваш, нас тоже будоражит, по крайней мере, и меня, потому что я отвечала на многие жалобы по этому вопросу. И работаю очень давно, и очень много лет никаких не было проблем. До трех лет, до шести многокатетные, это очень наш, все препараты, более того, даже вата, даже спирт, это я сама выписывала, работая на участке. Я вас, слушаю. У нас говорят, у вас спирток тут нету, извините. Да, я еще и поругаю, с кабинета выгодит. Что такое, говорите? Я понимаю, ваше возмущение. Наше возмущение тоже. Теперь возмущение в отношении врачей я принимаю полностью, потому что мы уже несколько раз собирались, они у нас не все любят дорабатывать, так скажем, правильно вы говорите. Они должны с вами сидеть и разговаривать, и показать список обязательно. Откуда берутся эти списки? Уже много лет они берутся. Значит, их существует два списка. Один федерального значения, на жизненно важные медикаменты, и один областной список. Сюда входят и заболевания. Областной немножечко дает пошире, так скажем. И там есть перечень препаратов. К сожалению, он направлен больше в какой-то степени на взрослых. Там очень мало, что можно применить детям, хотя мы стараемся туда включить. Вот в связи с этим у меня просьба. Буквально вчера мы разговаривали с нашим человеком, Калина Ивановна Гусарова, которая отвечает за лекарственное обеспечение, что попросить вас тоже обращаться с желаемыми препаратами. То есть у некоторых заболевание серьезное. Не сразу. Мы формируем этот список вот сейчас. А уже когда он будет принят, областной я имею в виду, федеральный как бы от нас не зависит. Это правительство России. А областной список, он в какой-то степени зависит от нас. Поэтому, не зная о ребенке, допустим, участковый врач, потом мы включаем. Но это такая мука и для родителей, и для медицинских работников. Поэтому я вот прошу вас отнестись к этому серьезно. Вот такая вот ситуация. А на эти списки дается определенная сумма. Я согласна. Во-первых, давайте имя заявления. Что делать? Давайте мы про заявление. Ответственность. На чье имя заявление? На главном проекте писать? Не надо заявление. Это обращаются либо к заведующей детской поликлиникой, либо к участковому врачу. Это не те вероятные. Вы имеете в виду препараты? Конечно. То есть выписывают. Вот родитель, он как должен заявить о том, что ему необходимо... Нет, смотрите, вот я почему говорю, подождите, мы опять начинаем вот уходить от того, к чему я клоню. Вы меня услышите, пожалуйста, сейчас. Есть педагоги, врачи, которые знают, участковые педиатры, они работают с нами. Есть дети, часто болеющие. Есть... Они, в принципе, профильные... Сейчас вот начинается осень, сейчас начнется анафероны, гриппфероны, ну, все они... Причем, это же поддержка иммунитета, это же за... Один пришел в группу. Это помимо этих... Да, я вас услышала как раз... Они не могут этот список составить врачи? Мы им что, можем идти на участок и сказать? Вот эти, пожалуйста, препараты включить. Да, могут. Мы заболевались очень бежать. Нет. Это вот надо или какой-то анализ провести, карты свои, что ли? Каким образом? Нет, они, может, не понимают... О тех диагнозах, которые поставили не в нашей больнице. У нас есть такие техники, с которыми действительно мучились родители. Не в нашей больнице, чтобы вовремя приносить выписку и показывать участковому врачу. Вовремя. Мы единственный месяц в этом году, наверное, не болели, наверное, июль. Нам даже прививки не сделать. И мы, в принципе, пока не делаем, потому что я понимаю, что иммунитета и так нет. Если я сейчас еще туда буду это все бабахать, это будет просто катастрофа. Поэтому, конечно, например, я уже утрированно сказала, что глимферон, анаферон это все поддерживающее. Естественно, есть просто препараты, которые лечат. Такие, как берадуал, например. Препарат, который снимает одышку. Он стоит порядка 300 рублей. Лазолбаны серьезные. Насколько я помню. По крайней мере, в этом году мы его точно не учу. Я без общей. Это по бронхиальной астке идет. Но я согласна. Это не астматики. Это сейчас очень часто распространено через отгоряющий вариант. Ну, как нароврач, это, скорее всего, по общему профилю. Любовь, наверное, нахожусь. В одессе, в одессе, в одессе, в родопедоможении. Да, замечательно. Я себе заместитель разлушал, Райя, у меня, простите, я немножко не понял, что это состояние, чтобы, да, может быть, моменты не слышу. Вот. Хорошо. То есть наше дело какое? Мы должны прийти к своим федиатрам и сказать, то есть дома, примерный список, посмотрев карточку, часто выписываемых лекарств, не просто из головы, да, написать, какие бы мы препараты хотели бы. То, что хотели, может быть, с этим и не надо приходить, потому что каждый педиатр подает желаемый список. У нас так, а я имею в виду те заболевания, которые, опять повторяю, что они у нас поставлены, диагнозы. Списки вообще есть, они везде, в интернете, если кто работает в этом плане, то там они есть. Во-первых, они в нашей территориальной программе, которая областного уровня. Во-вторых, есть приказ правительства, который узаконил эти списки ежегодно. Но вот последние два года федеральный список не обновляется, а он как бы 12-м годом так и идет. Они, конечно, выписываются, ну, как сказать, очень трудно, потому что сейчас немножечко изменились виды, что все-таки интернетно обрабатываются электронно. Но тем не менее, педиатры выписывают или узкие специалисты, рецепт, бесплатные, вы идете в аптеку. А вот дальше начинается уже как-то не наша работа. Такие случаи, что ребенок заболел, например, вирусной инфекцией, ему нужно сегодня, а он придет в аптеку. Есть в списке перечень, да, и есть этот препарат, а в аптеке нет. То есть, насколько я знаю, в течение 10 дней или, ну, где-то месяц там пишется, лекарство это должна аптека обеспечить. Так что, вот почему вы спросили, что придут, а там нет этого прописания. В общем, я делала водичные ващеливания. Мы сейчас, урожайной мамочке, приходим домой, садимся за карточки своих любимых детей и смотрим препараты, которые нам часто выписывают, которые работают, они немножко, правильно, и несём их врачу, а он на своё усмотрение, забирая, конечно, какой-то потом для себя информацию. Это процесс будет очень длительный. Во-первых, это должны делать педиатры. Это время проходит. Вот это я хотела донести. А то, что там вы говорите, вот иммуномодуляторы и всё, это педиатры. Это всё педиатры. Они у нас подают эти списки. А когда они эти списки подаются в сроке? Вот сейчас готовится формируется буквально и завтра, да. И на следующей неделе мы уже садимся, ну, там, Галина Ивановна Тусарова ей всё отдаём. Вот. Но я опять говорю, что от всего количества от всей суммы, которая даётся, 3 процента, я не могу сейчас сказать сумму, что этим не очень занимается. И идёт на детей. И дальше мы выбираем, чтобы мы вошли в эту сумму. Хорошо. А если проанализировать, какой был список, какие лекарства были, что осталось, может быть, какой-то анализ вести. Анализ проводится, да, и отслеживается. Конечно. Потому что активка даёт информацию. Хорошо. Вот эти препарации где пошли в продажу. Хорошо. Тогда вопрос следующий. Я думаю, что уже, спасибо вам, за пиву. Я думаю, что мы же на них не плакали. Выдирали нам вопрос. Может, ещё кто-то, давайте мы как-то это самим. Последний, можно? Пожалуйста. Последний вопрос у меня, а я хочу знать. Вообще вот редкая многодетная семья не имеет автомобиля. Налог, льготы по налогу на автомобиль какая-то предусмотрена или нет. Просто везде разная информация. Вроде как должна быть, но непонятно, ли заявление какое-то писать. Вообще она предусмотрена. Или это регионально, вот непотрясно, в городе у нас должно решаться. Или, допустим, на совете депутатов. Или это с области должен прийти приказ какой-то и вы как исполнители должны его передать в налоговую инспекцию. Вот есть что-то подобное или нет? Обещаю следующее, что не было ни разу такого вопроса вот именно по транспортному налогу. Насколько я могу вспомнить, транспортный налог это региональный налог, соответственно, вот, а скорее всего становится областным законом. Значит, я постараюсь эту информацию в течение 10 дней. выяснить. Мы разместим ее у себя на сайте и передадим в орган социальной защиты, чтобы они тоже ее разместили, чтобы вы могли быть проинформированы. Я открыла интернет, достала, эта поправка была введена в 2014 году. Мне пояснили, девушка уже потом по телефону мне дала консультацию. Она сказала, что этот налог, он будет и он введен в областной закон. Но единственное, мы же платим налог транспортный за предыдущий год, то есть сейчас 14 год, а поправка действует с 1 января. То есть этот налог будет в 2016 году. Готов, готов, готов. Готов в 2016 году. Записанят в 2015 год. Вот видите, оказывается, все-таки нас слышат. Спасибо. Вы пришли документы, что мы должны будем с вами предоставить. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. У меня трое детей, двое из них принесли. Мы пользуемся какими-то льготами, вот как на газете. Ваши дети все зарегистрированы, проживают вместе с вами, да? Тогда вы пользуетесь всеми теми же льготами, что и многодетные семьи, за исключением регионального материнского капитала. Вот региональный материнский капитал нет. Я не вопрос, а слова благодарности вот хотела сказать. У меня была огромная ситуация в защите и регистрационных центров. Как бы помогли девочек собрать школу, как бы с другими вопросами и очень помогает. Вот в центре работы Ирина Павловна, вот она очень хорошо отзывчивая, очень хорошо помогает во всем. И как бы за все большое спасибо. Помогает очень хорошо. Спасибо большое за добрые слова. Получается, первый раз мужчину нас поправляли, награждали отец-плодец. По-своему называли, наш папа по-моему, награжден. Я вообще хотела сказать за соцзащиту. Конечно, сегодня были такие новшества, как про автомобиль. Вот я еще потом попозже чуть вопрос задам, то есть про лекарства. И когда-то давно еще, мне кажется, когда у меня еще двое детей было, нам педиатры наши, которые тоже уже сейчас переквалифицировалась, она тоже там описывала витамины. В принципе, витамины не обязательно нужны заболевания, они же есть на списках. И все равно можно уже сейчас идти к педиатру и просить их как-то, да? я все это учула. Нет, а их как бы, как их получать? Вот я говорю, педиатры приходят к им? если не включать список, я опять говорю, что ограниченные финансы. И педиатр нам не предлагает знать... Вы можете требовать, но вы сегодня услышали, что вы имеете полное право требовать списки, поскольку до 6 лет многоцетные семьи, они имеют право детки получать бесплатные препараты. А какие? Вот вы должны все это, если уж педиатр не дает, то есть. Там какая-то определенная сумма на семью ограничения есть еще? Нет, боже упаси, на семью, никакие. Дается полностью сумма на, как бы сказать, на наши потребности и на взрослых и на детей. Давайте мы так договоримся. Вот слово требования, да, вот он сегодня прозвучало. Если у вас что-то не получается заявление на главного врача Сергея Иначе Соболева, Воровского 20, да, значит, соответственно, он уже будет там рассматривать ваше заявление и по поступлению вашего заявления дается 30 дней на рассмотрение заявления и получение ответа. Только в заявлении укажите, пожалуйста, свой адрес, куда, так сказать, направлять ответ. Я, я, вот, извинирую, что у вас уже, я только хотела еще до этого сказать, что какие-то недоузумения, какие-то вот у нас сразу почему-то жалоба идет куда-то. У нас есть заведующая детская поликлиника, у нас есть, ну я, в конце концов, пожалуйста, 2, 18, 19, мой рабочий телефон, ради Бога, никогда не откажу. купенька, можете сразу, можете сразу, но я думаю, что половина, ну как половина, 90% жалоб, они мешаются на нашем местном уровне, причем легко решаются, понимаете, так что услышьте, пожалуйста. Дают списки, идите покупать, они голову отпускают и уходят, в принципе, как будто это, да, как бы требование, это, не знаю, нас сами родили, сами разбирайтесь, как бы, такое, ну, чаще отношения, когда я прихожу с каким-то вопросом, мне, в принципе, я говорю, какие мне нужны документы, мне выставили хоп-хоп-хоп список, потому что, как бы, с медициной, наверное, в этом плане я еще не знала, что можно так разбираться. Если ваш ребенок родился после 1 июля 2011 года, вам должны предоставить региональный медицинский капитал, он платит не из средств пенсионного он платит, платит из средств областного бюджета. Вы вправе его востребовать через полтора года после рождения ребенка, поэтому выплаты у нас начались только в 13-м году, но с 13-го года мы выплачиваем. Есть 5 направлений, на которые этот материнский капитал может быть направлен, и в том числе для детей, для семей, в которых подрастают пятеро детей или нет ребенок, а инвалид, трое детей, но есть ребенок инвалид, или четверо детей, то в этом случае такая семья может направить эти средства, в том числе на приобретение автомобиля. Мама шестерых детей. И у меня на тот момент, когда я родила шестого ребенка, у меня было четверо несовершенновения. Но вы все равно наградите семья. Мне, да, да, мне в соцсощите объяснили, что пишите да, да, пятеро детей. Я написала заявление, вот именно мы думали автомобиль. Все-таки такая большая семья, на самом деле это как бы необходимость уже. И меня, так сказать, отшили. Это действительно очень хороший вопрос. Я хотела бы подчеркнуть, что в соответствии все льготы вам предоставляются как многодельные. Предоставляются по 134-му областному закону. Просто напишите, напишите, может быть, для себя на оплату жилья коммунальным услуг и остальные путь. Так вот, согласно этого областного закона, право на меры социальной поддержки имеют семьи, в которых подрастают трое, не менее трех несовершеннолетних детей. В тот момент, когда у вас один из деток достигает совершеннолетия, право на меры социальной поддержки было тратено. А если он учится? А почему? А если он учится? У нас студент, он учится, он сидит, грубо говоря, еще на лобобъеме, и он еще больше, чем в школе. Вот мне сейчас надо 12 тысяч заплатить за общежитие, БСК, сколько, почти тысячу стоит, питание в институте 250 рублей обед, плюс еще ему надо утром позавтракать, вечером поужинать, ему 20 лет, еще двое маленьких. Мы в школе питались еще до этого бесплатно, как многодетные, мы не сдавали никаких справок. Если предоставляешь справку о том, что ребенок учится на очной форме у тебя, то есть, допустим, тот же институт очный, не заочный, то как бы у них продлеваются вот те льготы, которые семья получает, вот те же выплаты вот до трех лет, я, например, не успею, да, у меня ребенку исполнится 18 лет, и у меня два года будет маленького, то есть я буду учить, как вот девушка, и все льготы, и все выплаты снимутся, и до полутора лет, то есть я уже, получается, семья попадает в нищету прямо сразу и резко, понимаете. Уважаемые участники встречи, еще раз говорю, таково законодательство, я специально дала вам ссылку на 134-й областной закон, потому что мне иногда приходит, почему нельзя делать поправки, какие-то поправки, можно, пожалуйста, вы можете выходить на своих депутатах, предложите мы эти поправки, я могу сказать, что сейчас у нас начата, мы приступили к работе, но единственное, что должно сразу притупить, что это самое начало работы, мы приступили к работе над социальным кодексом, который предполагает унификацию выплат, подход по нуждаемости, повышение социальной защищенности тех, кто в этом нуждается, вполне возможно, что в этом законе будут учтены какие-то из предложений, это вполне возможно. Это у нас региона, да? Я говорю о региональном законодательстве, только о региональном, потому что социальную поддержку как многодетельно вы получаете согласно региональному законодательству, не федеральному, а региональному. И в этом случае, да, вполне возможно, что что-то мы учтем, например, в другом районе, мне показалось тоже очень толковое предложение, это хотя бы раз в месяц предоставлять возможность бесплатно кататься на карусели, но в общем, суть идет о том, что доступе к каким-то культурно-досуговым мероприятиям хотя бы раз в месяц бесплатно, потому что многодетельная семья, которая идет катать трех деток, хотя бы трех деток на карусели, это, естественно, очень большая. в Санкт-Петербурге бесплатный вход в музей много деток, и в зоопарк. Я прошу прощения, но не везде и не во все, далеко не во все музеи, не везде, не везде, не везде, не везде. Вот как жить в Санкт-Петербурге, я вам точно совершенно могу сказать, что досуг ребенка обходится весьма-весьма недешево. Поэтому, ну, здесь дома на этой земле мы можем потратить свой интересный капитал. А как это? И региональный, и... Я говорю о региональном, о федеральном, который с пенсионными компаниями вывалил. Вам необходимо так же, как и все, так же, как со всем остальным вам необходимо обратиться в Орган социальной защиты с заявлением о распоряжении средств материнского капитала. Причем, обращаю внимание, что если вы направляете его на улучшение жилищных условий, я же понимаю, правильно, что вы не дачный дом не будете строить, а ИЖС. Да, требуется. ИжС можно, и причем, обращаю ваше внимание, вы вправе не только представить договор, который они должны оплатить, который должны оплатить, но вы можете так же, если вы строите своими силами и расходные документы, подтверждающие, что вот эти вот строительные материалы куплены вот для этого строительства, вы так же можете представить вам оплату. По строительству и вот в этом году многодетным семьям выделяли земельные участки, в апреле месяце уже многие семьи получили у нас и вот я тоже получила земельный участок, но вопрос такой, там нет инфраструктуры никакой вообще, в том числе нет и никакого подъезда даже к этому участку. Мой участок, мне повезло, мы выбирали в порядке очереди, я выбрала, который более ближе к дороге, вот, но и если, допустим, дальше, вот, которые участки находятся, к ним вообще никак не подъехать, вот, и срок аренды в течение пяти лет, и еще вопрос такой, что обещали нам какие-то документы предоставить, позвонить, вот, и в земельный комитет в силу того, моей занятости, я сейчас никак, мне тоже не попасть туда, а мы вот в земельный комитет привели сюда, вот, а сейчас когда будут документы, вообще, когда нас оповестили. мы движемся, все узнаем друг о дружке, вы знаете, такой вопрос, мы получили землю, как кота в мешке, ткни пальчиком, получил, выехать на тот момент, мы, например, получали 29 января, на эту территорию просто нереально невозможно, что на самом деле там есть, извините, по сугробам ходить нереально, люди получили местами в болоте, да, для того, чтобы это все сделать, у нас, вы знаете, что, почему это делается потом, почему нельзя на самом деле сделать сначала дороги, свет, все остальное, чтобы мы могли пройти, посмотреть, где мы будем получать. Люди, когда покупают участки, я думаю, они посмотрят раз 10, со всех сторон, как и что. У нас этого времени не было. Пришли, либо выбираешь, либо пошел отсюда. Можно ответить? Угу. Спасибо за вопрос. К сожалению, да. Дело в том, что в городе все меньше и меньше неосвоенных территорий, и те территории свободные, которые мы находим для предоставления гражданам в соответствии с 5-м областным законом, они действительно представляют собой неосвоенные массивы. Но я вот, может быть, не громко сказала, не перед этим я вот отвечала девушке на вопрос, я сказала, что разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры, непосредственно строительство инженерной инфраструктуры, к сожалению, это очень финансово затратные работы. И проекты стоят очень больших денег, и само строительство. И поэтому, можно я вам сейчас просто постараюсь объяснить, правительство Ленинградской области разработало порядок подписания соглашений с органами местного самоуправления именно на софинансирование, на участие софинансирования в строительстве инженерной инфраструктуры. Но для того, чтобы в эту программу вступить, чтобы правительство помогло органам местного самоуправления построить все эти дороги, светом, водоотведения, есть ряд условий в соответствии с этим соглашением, без которых мы не можем вступить в эту программу, а именно наличие разработанной проектной документации. И только работают с теми массивами, по которым гражданам земельные участки уже предоставлены. А предоставление начинается с того момента, когда гражданин заключит договор аренды и зарегистрирует регистрационный палат. То есть, просто так сначала построить дороги, ну вот, к сожалению, не получается. Нас зажимают просто в рамки тоже. Вы поймите, мы, например, для того, чтобы там что-то строится, у нас срок есть, да, пять лет. И то, за пять лет мы должны хотя бы, как нам объяснить, поставить фундамент. это к вам не относится. Нам объяснили, так объяснили, это все узнаем. Мы вот так вот, по чуть-чуть, где-то вы ужин, кто-то узнал, мы даже не знаем, куда с этим вопросом выбрать. пятый, который регулируется. Дело в том, что ты просто элементарно, нас интересуют тупо сроки. Вот смотрите, дали нам 29 января, выделили участок, и срок пять лет пошел с этого времени. Почему не включить? Либо в договор, либо может в договор, что с момента, то есть, срок исчисления аренды как таковой, мы его сейчас не арендуем, мы платим даже за него, мы даже налог заплатили. А делать мы так, ничего не делаем. Какой налог? Не налог, аренда земли. Мы заплатили? Можно спросить, вы уже договоры о аренде земли? Все сделано. У нас уже разрешение на строительство есть, и на электричество мы подали. Но как по факту, мы ничего там не делаем. Это документы, мы по городу бумажки делаем. Может быть, стоит вот вы как выход, либо доп. соглашение заключить с людьми, до тех пор, вот как нам дали, вот когда, помните, мы получали участки, мы все подписывали документы, что администрация есть намерение сделать, на спину говорили там за, и у нас ставили, скажем так, и известность, и мы в курсе этого. Но, опять же, опять как-то игра в огне ворота. Давайте тогда и вы нам каким-то образом выходите на встречу и прописывайте либо в договоре, либо в доп. соглашении, что срок исчисления вот этих 5 лет с момента того, как мы можем туда прийти, начать что-то делать. Вы нас-то тоже поймите. Понимаете? Вот вот аренда. А мы ничего не можем так сделать. Мы не против, мы готовы, но мы не можем. И вы не можете. У вас надо, надо, чтобы наша аренда была, когда вы будете двигаться. Так вот, может как-то урегулировать тех, кто есть. Доп. соглашением этот срок отрегулировать, прям прописать, что срок аренды. Вот сделали проект, сделали миллиарацию дороги, хотя бы элементарно. Мы не говорим про газ, про что-то. Это понятно, что оно само собой будет присоединяться. Элементарно, чтобы можно было подъехать, и было сухо, чтобы можно было начать делать. Вот сдали, и мы с этого срока, скажем так, вот 5 лет, то что мы в любом случае, мы поймите, мы тоже будем сщищать свои права. Сроки будут двигаться, мы пойдем в суды, потому что у нас не было возможности. И даже может быть, и вы там не виноваты, но в том, как закон, таким образом сложен. Но мы будем вынуждены отвоевывать свои 2-3 года над проектной документацией, на странице 3 года, это очень большой срок для многодетной семьи. Посчитайте, даже если 5 тысяч в месяц отложить, 60 тысяч в год, 180 тысяч за 3 года можно в пределах накопить, это будет уже какой-то не только фундамент. Даже по 5. Вот в принципе, вот какой-то вот компромисс надо найти в этом. Нас на этот момент интересует вот сильнее и достаточно вот готово как-то вот насыпем дорогу. Тишина. Я уже не стала, я понимаю, уточнять там какие-то моменты, вот, ну, скажем, в той акторе, которая там была, я бы не понимала, что будет какая-то более, скажем так, встреча с более людьми, более знакомыми с данной ситуацией, поэтому, конечно, вот хотелось бы вот в этой, вот в этом разе. 60 миллионов не освоено, что мешает это делать сейчас? А потом мы об этом и говорим, Дима, это первоначальная разработка проектной документации. То есть на временные коммуникации мы не можем там нигде не просить. На временные? Да. Но подъезд, ну техническую дорогу хотя бы сделать. Нет, понимаете, для того, чтобы сделать техническую дорогу, ее тоже нужно разработать своего рода проект. Просто так вот, как помню, проект. Подожди, а участки разработаны. Такие случаи, что когда уже едут смотреть представители комитета по ЖКХ и строительству, да, выясняется, что быстрые соседи, которые узнали, что вдруг там кого-то рядом сейчас кому-то будет предоставляться участок, вплоть до того, что выезжают заборами, что-то начинают себе там догораживать и перегораживать, и мы вынуждены уже в процессе этой работы решать и эти попутные вопросы, ну и еще ряд всяких технических сложностей. Где-то выясняется, что проложена коммуникация, которой, в принципе, по ней документов нигде нет, ну какая-то, например, даже элементарно какой-то газ или какой-то кабель ВОЗ. Мы даже не понимаем, откуда он взялся, потому что ни в федеральной службе кадастра, реестр данных по этим кабелям нет, а он вот лежит. И прежде чем начинать, например, прокладку дороги, надо решить вопрос с переносом или с собственниками по данному кабелю. Даже вот такие вопросы у нас возникают, поэтому, конечно, и в период проектирования и для того, чтобы начать разработку проектной документации, вот такие вопросы приходится решать уже в режиме онлайн. 4,88-30 и 4,88-31 Потому что зачастую нет времени так, чтобы свободно прибежать, да? Да, 4,88-30 это мой телефон непосредственный Хамова Марина Евгеньевна, а 4,88-31 там специалист Егорова Оксана Валерьевна. Пожалуйста. Еще такой вопрос ответный, да, мы не миллионеры, понятно. Обратившись в несколько банков, мы получаем отказ для того, чтобы построить жилье. То есть, либо это бешеные 30%, которые мы должны иметь на руках, нету такой суммы, естественно, нереальной, либо ограничивают вас, вот аренда уже идет, мы можем дать вам кредит до окончания этого срока аренды, который указан на 5 лет, а не 10 лет в последующем, да, они расчет, естественно, тоже это нереальный кредит, его нельзя. Есть ли какие-то суды, какие-то помощь, куда бы мы могли обратиться, либо это, то есть, мы готовы взять кредит, но не такие бешеные проценты, не такие вот, заемы сразу, вот, есть такая программа, или нет? Пием молодых семей, но я подозреваю, что под эти цели, нет, не потому, что вы не молодая семья, даже не по этому, а просто потому, что условия там будут совершенно другие, там, скорее всего, речь идет о многоквартирных домах, там не идет АБЖС, поэтому нет, таких программ на сегодняшний день, к сожалению, не существует. К сожалению, на Ленинградской области занимается реализацией данной программы, называется она, обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области, комитет по строительству при правительстве Ленинградской области. Вот они в какой, так сказать, в каких направлениях работают. Значит, в первую очередь, это семьи, планирующие улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома или на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Во вторую часть, планирующие направить социальную выплату на погашение основного долга и уплату процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, займом. В третью часть, граждане, планирующие улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение готового жилого помещения. Значит, вот с этой программой в администрации есть специалисты в комитете ЖКХ, которые непосредственно работают и ведут прием граждан по этой программе. Бабушки там, одна, 16-я доля. И у меня, как бы, метраж, он там буквально вот чуть-чуточку, у меня хрущевка, совсем маленькая квартира, комната, прям одна комната, 2х2 квадратных метров, я говорю, просто это реальные вещи. И у меня там не хватило буквально там двух или каких-то трех метров, и я уже не попадаю. Я сразу хочу сказать, что это программа для тех, кто является в статусе нуждающихся, понимаете? А чтобы быть зарегистрированными в статусе нуждаемости, значит, это нужно определенные критерии. Получается, вот ратив третьего, просто я помню, когда у нас было двое детей, я подходила в кухню, и мне сказали, что можно выбирать, вот тебе предлагают сертификат на деньги и землю, и ты можешь выбрать, либо ты берешь деньги на квартиру, либо землю. А вот если рождается третье, эти условия как-то меняются? Ну что, тоже я выбираю или все-таки как многодетный полагает? Как многодетный полагает? Вы имеете первоочередное и там без всяких условий право на получение земельного рода. И сертификат на деньги мы также предпринимаем квартиру, как бы все кому положено. А относительно предыдущего вопроса, вы знаете, что это касается не только учат земли и каких-то вопросов. Вообще, на самом деле, вы знаете, вот мы когда отвечаем на вопросы, мы очерчиваем некие общие ситуации, общие рамки, общие законы, но у каждой семьи абсолютно своя, абсолютно эксклюзивная ситуация. Документы идти к специалисту, вот как сказала Светлана Ивановна, и с ним уже обсуждать конкретную ситуацию вашу, что вам могут предложить, исходя из тех документов, исходя из тех условий, которые есть конкретно у вас. Вот это вот, это не касается, это касается всех ситуаций, в принципе, точно так же с правом на меры соцподдержки. Берите документы, пожалуйста, идите в орган соцзащиты, потому что в общем случае мы говорим, что на какие-то конкретные общие вопросы ответ нет. Но вот в вашем случае, например, может быть, вы имеете право, но для этого необходимо изучить ваши документы достаточно внимательно, провести экспертизу на право. Поэтому вот просто общий такой совет, вот всегда со своими документами всех взяли, пришли к специалисту, он обязательно подскажет все объяснение. И я скажу номер телефона свой, если у вас какие-то будут вопросы, вы не знаете, кому пойти, я готова с вами пообщаться, по крайней мере, рассказать, куда нужно обратиться. 4-88-04. Когда ваши дети ездят бесплатно, да? И вот теперь я так понимаю с земельными участниками, да? Это связано с школой питания, поехал куда-то, выходные, справки, справки нет, я проезд, вы не хотите на сегодняшний день никаких. Потому что для многодетных там бесплатно с удостоверением, а у нас нету этих удостоверений. Это предложение. Разработать документ, который бы, скажем так, я думаю, что он снимет определенную нагрузку социальной, со службой соцсощиты, потому что мы тоже звоним, эти справки, бывает, что Лидия Григорьевна не всегда есть на месте и приходится порой ждать, чтобы подписать эту справочку. Понятно, предложение, в принципе, мы услышали, но обещать пока ничего не обещаю, но предложение услышали, мы рассмотрим.